Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Поговорив о княжении великого князя Владимира Святославича, Владимира Святого, мы должны поговорить и о его сыне Ярославе Владимировиче Мудром, человеке, при котором Киевская Русь достигла вершины своего могущества и влияния. Эпоха Ярослава Мудрого считается эпохой расцвета Киевской Руси. И вот об этом правителе мы с вами сегодня и поговорим. Надо сказать, что Ярослав Мудрый один из многочисленных сыновей князя Владимира. Если верить летописям, у князя Владимира было, ну, по крайней мере, шесть различных жен и немалое количество женщин, с которыми он вступал в связи, не обременяя себя женитьбы, так называемых наложниц. Результат вот этого повышенного женолюбия князя Владимира – 12 сыновей и 10 дочерей. По сохранившихся с предыдущих времен традиции, князь Владимир родных детушек не мог, конечно же, обидеть, поэтому, уже приближаясь к закату своей жизни, между своими детьми он Русь разделил. Ну, скажем, его сын Святослав получил в управление Древлянскую землю, другого сына Мстислава Владимир отправляет на южные рубежи, на берега Черного и Азовского морей, где располагается Тьму-Тараканское княжество. Один из старших сыновей, Ярослав, получает Новгород. Младшие и любимые сыновья, которые родились от византийской принцессы Анны, Борис и Глеб, получают, соответственно, Ростов и Муром. Еще один сын, Святополк, получает Туров, а самый старший из сыновей, Изяслав, вместе с матерью Рогнедой, одной из первых жен Владимира Святославича, отправляется в Полоцк. Рогнеда когда-то была полоцкой княжной, насильно взятая в жены Владимиром. Она родила ему нескольких сыновей, в том числе и Изяслава. И вот Изяслав стал основателем династии полоцких рюриковичей, которые считали себя не очень рюриковичами. Полоцкие князья выводили свой род от деда Изяслава, от цара Гнеды, князя Рогволода, или, как его называют скандинавские саги, Ренгвальда. Так или иначе, разделив землю между сыновьями, Владимир и свое отношение к сыновьям тоже разделил. Некоторых, как Бориса и Глеба, он выделял и считал своими любимыми. Ученые считают, что именно князю Борису князь Владимир и желал передать великокняжеский киевский престол. По крайней мере, киевская княжеская дружина была отдана ему, князем Владимиром, именно под управление сына Бориса. А вот с другими детьми, например, со святополком Ярославом, у князя Владимира были очень существенные проблемы. Скажем, князь святополк Владимирович святополком Владимировичем себя вообще-то не считал, а считал себя ни много ни мало святополком Ярополчичем. Дело в том, что когда князь Владимир расправился со своим братом Ярополком, он по тогдашней традиции взял себе в жены гречанку, которая была женой князя Ярополка. И летописи говорят, что взял он ее в жены уже беременной. Поэтому кто реальный отец святополка Владимировича, святополка окаянного русских летописей, то ли князь Владимир, то ли его брат Ярополк – вопрос спорный, дискуссионный и неясный. Не случайно в летописях святополка окаянного называют сыном двух отцов. Видимо, святополк действительно не считал себя родным сыном Владимира, потому что строил против названного папы всевозможные козни. Совершенно неудивительно, что когда этот заговор раскрылся, князь Владимир, осерчав, повелел своего сына святополка заключить в тюрьму, и верные Владимировые люди засунули святополка Владимировича в Киеве в пору. Против папы выступил и другой его сын Ярослав, посаженный в Новгороде. Видимо, новгородцы повлияли на Владимирова сына, как в свое время повлияли на Владимира. Новгород не желал мириться с тем, что столицей Древней Руси является Киев, и новгородцы, в общем-то, были достаточно сепаратистски настроены по отношению к общерусской столице. Новгород себя считал особенным городом. Подчиняться Киеву особенно не желал. Неудивительно, что новгородский князь Ярослав Владимирович в 2014 году объявляет о том, что ежегодную дань, которую Новгород должен платить Киеву, он более платить не будет. Владимир, который в это время был уже пожилым, такого бунта, конечно, стерпеть не мог, и повелел своему сыну Борису готовить войско к походу на Новгород. Однако этот поход не состоялся. Князь Владимир в 2015 году умирает скоропостижно, и, естественно, между его многочисленными сыновьями тут же вспыхивает усобица борьба за власть. С 1015 по 1019, а по некоторым предположениям, и до 1026 года, сыновья князя Владимира дерутся за отцовское наследство. Это будет недоброй традицией на Руси. После каждого великого князя его сыновья обязательно друг с другом передерутся, если этих сыновей было несколько. В данном случае в усобице между сыновьями Владимира главную роль играют святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. Когда князь Владимир умер, эту информацию постарались сохранить в тайне, и захоронили князя Владимира в Десятинной церкви тоже тайно, надеясь успеть упредить князя Бориса. Князь Борис в это время с княжеской дружиной и большей частью войска находился на южных рубежах, где предполагался поход против кочевников-печенегов. И князь Борис с войском должен был идти в Киев, занимать великокняжеский престол. Но у князя святополка, который в это время в Киеве сидел в тюрьме, нашлись союзники. В Киеве вспыхивает бунт, святополка освобождают из тюрьмы, и святополк провозглашает себя великим князем. В нарушение всех обычаев, в нарушение всех традиций, в нарушение завещания отца. Как на это должен отреагировать Борис? Дружина предлагает ему простой вариант. Пойдем, возьмем святополка в мечи, посадим тебя, княжа, на великокняжеский престол. Но князь Борис, мужчина, видимо, кроткий духом, заявляет о том, что он не начнет братоубийственную войну, что он признает святополка великим князем и готов ему служить. Дружина подумала, ууу, князь-то у нас размазня, с таким много каши не сваришь. Дружина покидает князя Бориса и отправляется на службу к князю святополку, который с удовольствием эту дружину принимает себе на службу. А князя Бориса велит убить. И князь Борис на реке Альте был убит людьми князя святополка. Вот за это убийство, совершенное князем святополком, святополк и заработал себе прозвище Акаянный. В русских летописях его не случайно называют Акаянным, то есть таким, как Каин. Русское слово Акаянный означает такой, как Каин. Каин, как известно по библейской легенде, был одним из сыновей Адама, который, прямо скажем, возревновал родителей к младшему брату Авелю и своего родного брата Авеля Каин убил. Теперь святополк становится как Каин, убивая своего брата Бориса. Но на этом убийстве князь святополк не остановился, потому что нужно было убрать и других братьев-конкурентов. Сятополк вызывает в Киев князя Глеба, брата Бориса, который сидел в это время в Муроме. И князь Глеб, не зная, что отец умер, отправляется в Киев по дороге под Смоленском. Его встречают посланные святополком люди, и князя Глеба тоже убивают. Дальше князь святополк с войском идет в Древлянскую землю, откуда напуганный бежит князь Святослав, еще один из братьев святополка. Однако святополк Святослава догоняет, громит в сражении и повелевает убить. Вот так вот за короткий период в 1015 году святополк Окаянный убил троих своих братьев. Двое из них, Борис и Глеб, не желавшие взять оружие в руки и развязать братоубийственную войну, русской православной церковью были канонизированы как святыли. И это первые святые русского происхождения. До этого все святые в православной церкви имели либо греческое, либо египетское, сирийское, но в общем не славянское, не русское происхождение. Мученики, князья Борис и Глеб первые русские святые. Что интересно, святослава, который с оружием в руках сопротивлялся святополку, участь святости не постигла. Вот так вот излагает официальная история начала братоубийственной войны между святополком Окаянным и Ярославом Мудрым. Ярослав Мудрый, узнав о смерти братьев, желает за них отомстить и начинает войну со святополком. Однако есть и серьезные сомнения в истинности этой версии. Дело в том, что еще в XIX веке была опубликована любопытная скандинавская сага, которая называется «Сага об Эймунде». И в ней скандинавские сказители, рассказывая о великом воине-конунге Эймунде, говорят о том, что он служил князю Гордорики, то есть Руси, Ярислееву, и сражался против брата конунга Ярислеева, которого звали Бурислеев. И этот самый Бурислеев по приказу Ярислеева варягами Эймунда был убит. Многие считают, что под именем Ярислеева здесь скрывается князь Ярослав, а под именем Бурислеева его брат Борис. И действительно, если рассудить логически, князю Святополку не было нужды убивать князей Бориса и Глеба, ведь и тот, и другой согласились признать его власть. Зачем убивать своих потенциальных союзников? Не проще ли было свой гнев обратить на других князей, на Ярослава, на Мстислава? Другие братья не признали власти Святополка, Борис и Глеб признали и были убиты. Где логика? А вот если предположить, что история, которую мы знаем из повести временных лет, написана по приказу князя Ярослава, который желал собственное преступление, убийство Бориса, переложить на плечи своего противника Святополка и тем самым порочить его на века вечные, то картинка складывается вполне себе очевидно. Так или иначе, кто виноват в убийстве Бориса, Святополк или Ярослав, историки дискутируют, но официальная версия приписывает это убийство именно Святополку Окаянному. Ярослав собрал в Новгороде войско, призвав из-за моря варягов, пообещав им серьезные выплаты. С этим Новгородско-Варяговским войском князь Ярослав идет на Киев, как до него ходил князь Владимир, а до него князь Олег. Святополк опирается на киевскую дружину, кроме того он призывает под свои знамена кочевников-печенегов. Два войска в 1016 году встречаются у города Любич, к северу от Киева. Там происходит сражение, в котором Святополк с печенегами разбит, Ярослав одерживает победу. Святополк быстрее ветра бежит в политическую эмиграцию за границей Руси к польскому королю Болеславу Храброму. Ярослав воцаряется, вокнижается, если правильнее сказать, в Киеве, но на этом война не заканчивается. Святополк находит себе союзник, этим союзником становится польский король Болеслав Храбрый. И тот помогает Святополку набрать собственное войско и вместе со Святополком и поляками в 1018 году идет на Русь. Князь Ярослав выступает со своим войском навстречу Святополку и полякам. Встреча происходит на реке Буг на западных границах Руси и заканчивается полным разгромом войска Ярослава Мудрого. Поляки и Святополк Ярослава с его дворягами и новгородцами разгромили. Повесть временных лет рассказывает про то, что во многом это поражение было определено самонадеянностью русских. Польский король Болеслав был не только храбрый, он был еще и ужасненько толстый. И вот по этому поводу злоязыкие русские воины не применули пройтись. Когда польский король выехал на берег, с другого берега русские воины стали его всячески оскорблять, намекая о том, что он жирный-жирный поезд, пассажирный. Король не выдержал, повел свои войска в яростную атаку, а поскольку он был не только толстый, но еще и храбрый, вот эта яростная атака полки Ярослава опрокинула. Так или иначе, легенда это или нет, но Ярослав разбит, бежит в Новгород, где пытается уйти еще дальше. Он собирается бежать дальше за море к варягам, опасаясь мести святополка, но новгородцы в этот раз выступили как самостоятельная политическая сила. Ярослава порубили ладьи Ярослава, пожгли их, заявили, что никуда они князя из города не отпустят, и вообще раз он влез в эту междоусобицу, пусть продолжает, а мы, новгородцы, тебя еще раз, князь, поддержим. Ярослав начинает собирать в Новгороде новое войско, а святополк с поляками получает Киев. Чтобы расплатиться за помощь с польским королем, святополк отдает Галичину и Волынь, так называемую Червоную Русь, присоединенную его отцом Владимиром, польскому королю. Но полякам этого мало. Поляки располагаются в Киеве и в окрестных городах и ведут себя там не как союзники, а как откровенные завоеватели. Это не нравится ни святополку, ни киевлянам. И в одну прекрасную ночь киевляне с подачи святополка начинают резню вот этих самых поляков, вставших на постой в Киеве. Болеслав храбрый еле-еле унес из Киева ноги, а святополк в Киеве укрепился, но к этому моменту с севера снова идет новгородское войско князя Ярослава. Святополк не стал дожидаться пока Ярослав придет. В 1019 году из Киева он бежит, пытаясь нанять себе в качестве войска кочевников-печенегов. И вот с этими печенегами он идет на Русь. Два брата встретились в решительном сражении на той самой реке Альте, где когда-то был убит князь Борис несколько лет назад. И вот там на этой реке Альте происходит решительное сражение, в котором войско Ярослава разгромило и святополка, и его дружину, и приведенных им печенегов. Светополк бежит. И, как говорит летопись, умирает где-то между Ляхой и Чехой. То ли бежал в Европу, то ли просто очень далеко бежал, но скончался от огорчения. Князь Ярослав становится великим князем киевским. Вот здесь начинается его правление. Историческая наука датирует правление Ярослава Мудрого с 1019 по 1054 год. И, тем не менее, на этом проблемы с братьями у князя Ярослава не закончились. Один из его братьев, Мстислав, по прозванию Мстислав Храбрый, действительно храбрый, проявивший себя в сражениях и с кочевниками-печенегами, и с кавказскими племенами Ясов и Косугов, Мстислав решает вступить в борьбу за киевский престол. Собственного маленького тьму тараканского княжества Мстиславу мало, и в 1024 году войска Мстислава и Ярослава встречаются в сражении у города Листвин. В сражении у города Листвина Мстислав Ярослава разбил, и Ярослав опять, третий раз уже, бежит в Новгород. Однако, Мстислав не стал преследовать брата. Более того, он предложил Ярославу договориться. В 1026 году два брата договорились о том, что Русь они поделят пополам. Черниговское княжество и вообще все земли, которые лежат на левом восточном берегу Днепра, отойдут под правлением Мстислава Храброго. А вот земли, лежащие по правую руку от Днепра, на западном берегу, в том числе и Киев, останутся во владении Ярослава. И вот так вот на 10 лет Русь оказалась разделена на две части между двумя братьями. В 1036 году Мстислав Храбрый, не оставивший потомства, погиб во время охоты. Погиб при загадочных обстоятельствах. Некоторые ученые, склонные к конспирологии, намекают, что здесь не обошлось без волосатой руки князя Ярослава, который очередного конкурента таким образом убрал. Но прямых доказательств этому нет. И с 1036 года князь Ярослав правит самостоятельно. Последнего из своих братьев, псковского князя Судислава, чтобы тот, не дай бог, не выступил в качестве оппонента, Ярослав навеки вечные, до конца его жизни заключает в тюрьму, а сам начинает править. Очень активно князь Ярослав восстанавливает границы Руси. Во время усобицы многие части государства отпали. Еще с 1020 года постоянно приходится бороться с полоцким княжеством. В Полоцке в это время правит князь Бречеслав Изяславич, племянник Ярослава Мудрого, который в 1020 году совершает военный поход на Новгород, так сказать, на вотчину Ярославову. И приходится этого Бречеслава бить, Полоцк приводить к покорности. В 1030 году, понабравшись сил, вместе со своим братом Мстиславом, Ярослав идет войной на Польшу с целью вернуть те земли, которые когда-то завоевал князь Владимир, а потом полякам отдал святополк Окаянный. И вот эта червоная Русь, Перемышль, Червень, Галич, Владимир Волынский, нынешняя Галичина и Волынь Западной Украины возвращаются в состав единого русского государства. Активно идет градостроительство. Ярослав основывает несколько крупных городов, называя их своими именами. Так, один из Ярославлей был им основан еще в 1010 году, когда Ярослав был удельным князем ростовским. Это знаменитый Ярославль неподалеку от Москвы, во Владимира-Суздальской Руси. Сегодня этот город сходит в Золотое кольцо России. Другой Ярославль, Ярослав основывает в Западной Руси, у западных границ, теперь этот Ярославль находится на территории Польши. Основывается и город Юрьев, точнее даже два города с названием Юрьев. Их тоже Ярослав назвал своим именем. Один Юрьев русский, это город Белая Церковь на нынешней Украине. Другой Юрьев, это город Тарту в нынешней Эстонии. И вот этот прибалтийский Юрьев, будущий немецкий герб, нынешний эстонский Тарту, сыграет еще немаленькую роль в нашей российской истории. Основывает Ярослав и город Новгород-Северский. И тоже один из важных городов на Руси, апоэтизированный в знаменитом слове о полку Игореве. Когда говорят о городостроительной политике Ярослава, зачастую у многих возникает вопрос. Если Ярослав называл города своими именами, почему часть городов Ярославль, а другие города это Юрьев? Дело в том, что у русских князей того времени было два имени. Одно имя данное при рождении, так называемое родовое языческое имя, у Ярослава это было имя Ярослав, а вот в крещении он получил имя Георгий или Гюргий или Юрий. Греческое имя Георгий на Руси трансформировалось в Юрий, поэтому Юрьев это тоже город Ярослава, только с его христианским наименованием. Достаточно активно Ярослав Мудрый поддерживает и церковь. Укрепление христианства то, что позволило князя Ярослава впоследствии провозгласить святым. При нем в Киеве основывается главный собор Киевской Руси, знаменитая Киевская Святая София. Ее строят по образцу Византийской Святой Софии, главного Константинопольского храма. Сегодня эта церковь, этот храм с большим количеством куполов всерьез перестроен. Это произошло в 17 веке, когда Киев находился под властью Речи Посполитой. И в сегодняшнем облике Святой Софии очень много католических черт. Изначальный же ее облик, судя по реконструкциям, был очень и очень похож именно на византийские многокупольные храмы. При Ярославе Мудром основывается первый крупный монастырь на берегу Днепра, в пещерах под Киево, основывается Киево-Печерский монастырь, знаменитая Киево-Печерская Лавра, монахи которого, в частности монах Нестор, оставили нам одну из древнейших хроник. Ярослав Мудрый устанавливает и первый свод законов на Руси. Писанный свод законов, которые историки называют русская правда. Подробнее об этом своде законов мы с вами поговорим на одной из следующих лекций. Активная вот такая церковная политика Ярослава была связана еще и с тем, что Ярослав, будучи действительно великим правителем, в общем-то не желал, чтобы русская церковь слишком сильно зависела от Константинополя. Именно поэтому в 1051 году Ярослав настаивает на том, чтобы митрополитом киевским и всея Руси константинопольский патриарх признал не какого-нибудь грека из Константинополя присланного, а священника русского происхождения. Этим священником был святой Иларион, человек очень грамотный, автор одного из самых знаменитых произведений древнерусской литературы «Слово о законе и благодати». Иларион становится в 1051 году первым митрополитом собственно русского происхождения. Это можно считать первым шагом к автокефалии, то есть к самостоятельности русской православной церкви. Правда, окончательно самостоятельность от Константинополя русская церковь получит только в 15 веке. Вся эта деятельность Ярослава была весьма и весьма высоко оценена, в том числе и церковью. Ярославу стоит большое количество памятников, в частности, например, в Киеве. Мы можем увидеть знаменитый памятник у знаменитых золотых ворот, построенных князем Святославом в Киеве, где он держит макет храма Святой Софии. Что касается внешней политики Ярослава, тут он действительно был весьма и весьма успешен. Он, как я уже сказал, основывает город Юрьев в Прибалтике на землях чуди. Прибалтика представляет большой интерес с точки зрения европейской торговли, и русское государство распространяет свою власть и на прибалтийские земли, населенные балтскими племенами. Юрьев был основан в 1030 году. В 1036 году князь Ярослав надолго решает печенежскую проблему. В этом году, в 1036, печенежская орда подошла под стены Киева, и там под стенами Киева развернулось грандиозное сражение, в котором Ярослав Печенегов разгромил на голову и, более того, заставил Печенегов отойти прочь от Киева. На 20 с лишним лет Русь будет избавлена от набегов кочевников. Разгромленные под Киевом печенеги были вынуждены прекратить свои набеги на Русь, откочевать дальше в Европу, там расположиться на границах Византийской империи. И какое-то время на южных рубежах Руси было спокойно, правда, вскоре, лет через 20, на этих рубежах появятся новые кочевники, половцы. Но это будет проблема уже не Ярослава, а его сыновей. В честь победы над Печенегами в Киеве был заложен вот этот самый знаменитый собор Святой Софии, который у нас сохранился до нашего времени. Кстати, соборы Святой Софии Ярослав Мудрый строит не только в Киеве, такой же собор Святой Софии поставлен в Новгороде, такой же собор Святой Софии поставлен в Полоцке. На внешнюю политику Ярослава большое влияние оказывает и Византия. Со времен крещения Руси Византия и Русь союзники, и неоднократно киевские князья посылают воинские контингенты в Византию на службу, переправляют туда варягов. Однако в 1043 году между Византией и Русью вспыхивает очередная война. Летопись говорит о том, что в Византии, в Константинополе был убит один из русских купцов, и это стало поводом для военного похода Ярослава на Византию. Многие считают, что вот этот поход Ярослава на Византию был последним крупным походом русских против Константинополя, последней крупной русско-византийской войной. Надо сказать, что поход этот был весьма неуспешен. Навстречу русскому флоту, который вел воевода Ярослава с именем Вышата, византийцы высылают свой флот, вооруженный греческим огнем, и византийские огненосные драмоны пожгли древнерусские ладьи. Кроме того, шторма разметали русские эскадры, и часть кораблей, несолоно хлебавшей, вернулась домой, а другая часть была вынуждена выброситься на берег, где русский воинский отряд под командованием воеводы Вышаты оказался окружен византийцами, перебит частично, частично взят в плен, и всех пленных византийцы жестоко наказали. Им были выколоты глаза, и вот в таком виде, с отрубленными правыми руками, с выколотыми глазами, они были отправлены обратно на Русь в качестве сурового предупреждения киевским князьям. Так будет с каждым, кто покусится на Византийскую империю. Так или иначе, Ярослав сумел с византийцами договориться. Был заключен договор, в котором Русь получила все-таки определенное преимущество, преференции в торговле с Византией. Из-за того самого купца была выплачена вира. Видимо, византийцам, несмотря на свои победы, было важно не потерять Русь в качестве союзника. И свидетельством того, что союз между Русью и Византией восстановлен, было заключение брака. Один из сыновей Ярослава Мудрого, Всеволод, был женат на византийской принцессе, родственнице византийского императора. Отсюда на Руси появляются знаменитые Мономахи, то есть потомки византийской императорской династии. Один из которых, Владимир Мономах, будет один из самых известных русских князей. Вообще, надо сказать, что династические связи Ярослава с Европою были очень и очень сильны. Киев в это время место любопытное. Это главное политическое убежище для всех политических эмигрантов Европы того времени. Князь Ярослав активно следит за европейской политикой, за европейскими междоусобными феодальными войнами и охотно привечает всех беглецов, которые проигрывают собственную борьбу за престол. Некоторых из них он поддерживает. В Киеве находили убежище и будущие короли Норвегии, и будущие шведские правители, и беглецы из Польши, из Венгрии, и даже из Англии знаменитые английские правители из саксонской династии находили убежище в Киеве у Ярослава Мудрого. Сам Ярослав Мудрый был женат на шведской принцессе Инги Герде, которую, не стесняясь, отбил у знаменитого норвежского конунга викингов Олафа Трюгвасона. Олаф Трюгвасом писал вот этой Инги Герде трогательные стихи, воспевая ее красоту. А Ярослав просто взял и женился, после чего Олафу пришлось жениться на сестре этой самой Инги Герде. Но тем самым, женившись на шведской принцессе, Ярослав укрепил связи со Скандинавией. Укреплял он связи с другими европейскими странами. Его сын Изяслав был женат на сестре польского короля Гертруде. Второй сын Святослав был женат на австрийской принцессе, дочери австрийского графа Леопольда. Всеволод, как я уже сказал, женился на греческой царевне, родственнице греческого императора Константина IX Мономаха. Дочерей своих князь Ярослав тоже выдает замуж в Европе. Елизавета станет женой последнего викинга, знаменитого норвежского короля, конунга Харальда Хардрады, Харальда Сурового. Анастасия выйдет замуж за венгерского короля Андраша I, но, пожалуй, наиболее удачную и знаменитую карьеру сделает еще одна дочь Ярослава Мудрого. Анна Ярославна станет женой французского короля Генриха I. Анна Ярославна станет королевой Франции. Во Франции, кстати, Анну Ярославну почитают весьма. Ей установлен и памятник, и многие последующие французские короли имели в своих жилах русскую кровь. Так или иначе, все вот эти вот династические связи способствовали укреплению авторитета киевского государства, которое и в политическом, и в экономическом отношении в этот период достигает своего расцвета. Заканчивая разговор об эпохе Ярослава Мудрого, надо сказать еще об одном его нововведении. Уже готовясь отойти в мир иной, князь Ярослав упорядочивает систему престола наследия. Он сам прошел через княжеские усобицы и прекрасно понимал, что если общепринятого порядка передачи престола нет, страна находится на грани междоусобной гражданской войны, всегда есть такая опасность. Ярослав сам призывал своих детей жить в мире, и поэтому, для того, чтобы его сыновья не передрались, он установил четкий порядок наследования, так называемая лествичная система. Лествица в древнерусском произношении это лестница. Ярослав четко выстроил ступеньки передачи власти. Надо сказать, что использовал он здесь древний родовой, кровнородственный принцип. Не так, как сейчас принято, да, передавать власть от отца к старшему сыну. Нет. По лествичной системе власть передавалась старшему из братьев умершего князя. Князь умирает, у него остаются братья и дети. Так вот, следующий великий князь, самый старший в роду, то есть старший из оставшихся братьев. И только когда братья князя заканчиваются, власть передается его сыновьям. А дальше снова идет по старшинству, через всех сыновей, всех братьев великого князя, к его внукам. Такая система была своеобразным возвращением к родовым традициям. Но на Руси, которая не очень далеко ушла по пути развития феодального прогресса, такое было вполне себе естественным. По крайней мере, определенная традиция сохранилась. Другое дело, что эта лестричная система впоследствии породит огромное количество конфликтов, потому что с каждым новым поколением тех самых детей, внуков, правнуков, проправнуков становится все больше и больше, и все они являются претендентами на престол. Кроме того, в этой системе был и существенный изъян. Было правило, что если твой отец не был великим князем или князем в каком-то городе, ты на этот княжеский престол претендовать права не имеешь. Если ты родился от брата, который умер так и не по княжев, тебе нет княжеского престола, ты изгой. И вот эти князья-изгои немалую роль сыграют в княжеских усобицах на Руси в последствующее время. Естественно, они были недовольны своим положением. Естественно, они хотели где силой, где хитростью получить себе хоть какое-то княжение, но лучше, конечно, великое княжение киевское. Перед смертью, по заведенной традиции, князь Ярослав разделил свою землю между сыновьями и по заведенной же традиции эти сыновья после смерти Ярослава между собой передерутся. Благодаря нашему замечательному ученому, антропологу Михаилу Герасимову, мы можем увидеть, как выглядел князь Ярослав непосредственно перед своей смертью. Мы видим лицо достаточно пожившего человека, который немало сделал для своей страны. Видимо, этот человек не был добрым и уж совершенно точно был однозначно жестоким, но как правитель он вошел в число, пожалуй, самых удачливых правителей. Повторюсь, при Ярославе мудром Киевская Русь достигает своего расцвета. Но за любым расцветом следует закат. И о начале заката Руси мы поговорим уже на следующих лекциях. Спасибо за внимание. Всего доброго.